Время 7.15 по Киеву 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 Кстати, вот по поводу кадыровцев. Было очень странное и малопонятное заявление в ответ на вопрос. Журналистов спросили, вот вы записываете видео с российскими пленными, а почему вы не записываете видео с кадыровцами? Было какой-то странный ответ, что типа того, что… Юра, это не странное заявление, это фактическая ситуация. Кадыровцев меняют в течение суток. Причем на любого украинского офицера, солдата, даже там суперважного, супернужного России меняют моментально. Угу. То есть отсюда правильно ли я понимаю ситуацию, что жизни кадыровцев не в пример дороже для Кремля, чем жизни простого парня из российской глубинки, не кадыровца? Я правильно понимаю ситуацию? Вообще неправильно. Жизнь кадыровца священна. А жизнь россиянина нахрен никому не нужна. Ага, вот так вот. Это немножко другой фактор. Угу. Я понял. Поэтому там идет моментально. Поэтому максимально нужно придется брать в плен как дыровцев. Жалко, что они далеко находятся, но будем работать над этим. А они же не первые. Ну, придется заходить вглубь и вытаскивать их за уши, чтобы можно было обменять. Это первый фактор. Второе. Не забываем еще, что порядка двух тысяч человек еще находятся на зауставе. Да, там... Но эта информация какая-то в разных украинских, кстати говоря, пабликах, она по-разному. То ли их на начало было порядка двух тысяч, то ли их сейчас две тысячи. Так, тут я не очень понял. Тут никто вообще не поймет. Я думаю, мы это поймем чуть позже. Но я скажу, опять же, заявления, которые были со стороны того же Хатоковского или со стороны официальных лиц России, и что на сегодня эвакуация закончена. Дословно. То есть мы понимаем, что будет еще продолжение. Понятно. И мы тогда будем понимать полностью ситуацию, что происходит. Это будет более правильно. Ну, я сразу хочу подчеркнуть, друзья, мы очень внимательно будем следить за развитием ситуации и, конечно же, рассказывать то, что можно, по крайней мере. Опять же, вот здесь я с Анной Маляр согласен, что здесь самое главное не навредить. Это совершенно понятно. Но сейчас пока информация, наша традиционная информация о текущих потерях. За минувшие сутки по состоянию на вечер 16 мая Россия потеряла еще 8 танков, 300,02 личного состава, было потеряно 16 бронемашин, был сбит еще один российский вертолет, потеряно 22 установки артиллерийской техники, артиллерийских установки. Но это, видимо, после того, как Украина начала использовать гаубицы М-777, было потеряно 14 автомобилей и 11 беспилотников. Вот это текущая информация по потерям. У меня теперь вот какой вопрос. Прошла, ну, последние недели говорили о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Мы уже похихикали над этим достаточно, над реакцией Путина. И вдруг, тадам, выступает Эрдоган, который отказался поддержать вступление Швеции и Финляндии, которые, по словам Эрдогана, раньше вводили санкции против Турции. По мнению Эрдогана, ни одна из этих стран не имеет четкой позиции по отношению к терроризму и обвиняет Швецию и Финляндию в поддержке курдских вооруженных формирований, которые турки считают террористическими. Это можно как прокомментировать, Руслан? Можно. Пока идет война в Украине, мир делится, мир меняется, переходят новые. Каждый пытается вытащить свой кусочек счастья на этой волне. И Эрдоган далеко не исключение. Он, наверное, один из самых умных и самых раунтов, который первый вступил в этот процесс. Давай говорить откровенно. На сегодняшний момент Турция, насколько я помню, приняли ли они решение или нет, но, по крайней мере, рассматриваю вопрос о модернизации в Турции F-15 самолетов и предоставлении новых самолетов нового класса более позднего поколения. То, что он не мог, в принципе, выпросить в течение 10, по-моему, или 15 последних лет. Ну, то есть, и причем это была интересная формулировка в связи с позицией Турции по Украине. То есть, ну, и мы видим, соответственно, дальше Швеция, Финляндия принимают решение, которые страны абсолютно нейтральные, принимают решение о вступлении в НАТО, да, то есть получить свой кусок защиты, ну, и, соответственно, идет торг дальше. Я не буду говорить, там, за Венгрию, Румынию, за все остальные. То есть, все пытаются сейчас на этой волне что-то получить себе. Я не буду говорить за Молдавию и Грузию, которые на волне принятия решения о досрочном включении Украины и Евросоюз, тоже подали заявки Евросоюза, их тоже рассматривают. Особенно дело, давай говорите, мы сегодня кровью платим за то, чтобы новый мир был в другом формате. Да. Мы платим. Да. Все. Понятно. Ну, теперь стандартный вопрос. Какова общая ситуация на фронте? Юр, тяжело север. Тяжело северодонецк, Лисичанск, Парсино, Рубежно, то есть, в этом треугольнике, Славянск, Изюм и так далее. Но, несмотря на то, что тяжело, то есть, в принципе, на сегодняшний день, там, по сравнению с вчерашним, нет никаких изменений, нет продвижения россиян. Там, кстати, основные потери российских войск. Не получается у них выйти на южные рубежи, там, в Прорвасском тоже Кураково, там, или через Авдеевку. То есть, опять же, нет продвижения. И на вчерашний день, ну, вопрос, конечно, вокруг которого все были зациклены, это было разустарь, да, и ситуация по Мариуполю. На юге позиционные бои, ну, как, даже это занимало бои, скорее всего, арт-обмены между собой. Но вот тут необходимо отметить один маленький нюанс. Это суммы, где были проходы вражеских ДРГ. Понимаешь? И вот здесь я бы, наверное, не говорил о ДРГ, я бы говорил о разведке боя. Во-первых, ДРГ заходит тихо, здесь заходили громко, заходило не 3-5 человек. Их выбили, но нужно понимать, что вот здесь бы надо было бы подумать. Потому что то ли это процедура удержания войск на границе, чтобы мы не могли усилить наш Восточный фронт, то ли это разведка боя, действительно, которая может многотаживаться какой-то новый заход. Я напомню, что на сегодня Белоруссия проводит учения на границе с Украиной. Мы вынуждены держать порядка 10 тысяч человек. А на сегодня оттягивать любыми методами, чтобы мы не могли усилить наш Восток. Самые, конечно, тяжелые, самые серьезные бои, это сейчас, это северно-донецк, это рубежно. Вся эта территория 140 километров, которая у фронта. Она самая тяжелая. Но пока там изменений нет, подвижений нет. Были удары по Бахмуту непосредственно, да, то есть это уже в тылу. Единственное, напомню, дорога или сейчас Бахмут, которая соединяет. Были авиационные удары. И сегодня ночные удары по Львову. Очередные ночные удары по Львову, которые на сегодня были серьезные. Ну, кто не знает, там от 4 до 12 ракет, какие разрушения и все остальное. В принципе, особо сейчас сильно не транслируется, но мы понимаем, что разрушение есть. Теперь прокомментируй информацию о взрывах в Киеве. Значит, прошла официальная информация от киевских властей, от мэра Киева, о том, что это были целенаправленные подрывы боеприпасов. Но появлялась информация, что якобы люди видели ракеты и так далее. Так все-таки что это было? Это у страха глаза великие? Это действительно были подрывы боеприпасов или что? Юр, не работала ПВО-система. Ну, то есть не было работы системы ПВО. Если бы была работа системы ПВО, мы бы говорили о том, чтобы был залет какой-то. Тем более, система на территории у нас самых сильных. Мы говорим о том, что люди могут у нас рассказать любое. Я удивляюсь еще, почему у нас не космический десант высадился. Страха глаза великие и тяжело, конечно. Морально тяжело выдержать все, поэтому придумывается любое. Ну, поэтому, дорогие киевляне, еще раз подчеркиваю, это были плановые подрывы боеприпасов. Не было удара. Вы поймите, что самое неприятное в такую в лиху годыну – это паника. Вот давайте, как говорится, поспокойнее и так далее. Ну, а теперь мы переходим к нашей традиционной рубрике «Сообщение российской пропаганды». Правда, это уже из серии «Дайте мне развидеть это». Итак, показываю. Значит, друг друга родственника в набережных Чернах рассказал, что недавно вернулся из Украины, был там в плену. Там ему отрубили кисть, руки и кастрировали. Родня организовала застолье по приезду. Пока все бухали, он повесился. Это из серии «Кавка, иди ты в жопу, Кавка». А как он повесился, если ему отрубили руки? Ему только одну руку отрубили. Знаешь, ноу-коммент таких. Знаешь, я тебе хочу сказать так. Страшилка по кастрированию. Ну, основана, в принципе, на реальных событиях. И периодически это бывает. Но тут же еще нужно понимать, кто что думает и кто чем думает, и кто как. Зафиксированных случаев на сегодня в России нет. Вот бы хоть один зафиксированный случай. Мне тебе рассказывать не надо, какое бы это было для той же мобилизации. Да, понятно. То есть люди это не понимают. Россия бы подняла на такой флаг медийный и так бы рассказывала всем, какие-то нацисты, фашисты в Украине, как они пытают людей. Давай говорить права мне, глаза и откровенно. Но этого же нет. Значит, все это чес, который нужен для того, чтобы напугать людишек, чтобы рассказать какие-то хитры. То есть в основном, знаешь, вот эти, в основном, рождаются слухи даже не сверху. Они рождаются с ними. Правильно. И еще. А это уже от РИА Новости, дорогие друзья. Раненый в Украине военный из-за Байкалья 12 дней полз к своим с гранатами в руках. Фотографии, видите, этого военного. 12 дней полз к гранатами в руках. Черт, какая лисца. Что мог ползть 12 дней, верю. Что мог ползть какой-то период времени с гранатами, ну, условно верю. А что он 12 дней полз с гранатами, не верю. Ну, в общем, да. Как-то это... Надо, ну как, одним ударом 10 танков. Ну, это мы вчера говорили, конечно. Я говорю, как, одним ударом 10 танков. Ну, да. Феерично. Феерично. Да. Феерично там много фееричного, потому что на вчерашний день информация была тоже с какого-то там героя лепили. Четыре раза подбитом танке он остановил танковую колонну, не дал прорваться в Белгородскую колонну. В этой новости прекрасно просто все. Во-первых, четыре раза подбитом танке с завели на... То есть, это даже не то, что мокрое пятно, а это даже отсутствие мокрого пятна. Ну, да. Четыре раза подчеркиваю. И прорваться в танковую колонну в Белгородскую область. Это когда мы туда пытались прорваться? Ну, помните меня. Я не помню. А никто не помнит. Но Россия знает. Не помню никто, но Россия знает. А там врать не будут. Там же говорили про восемь подбитых украинских авианосцев. Это же мы вчера уже обсуждали. Они уже настолько самолетов нас сбивали, настолько это и не было. А каждый день, понимаешь, ты будешь каждый день их сбивать. Ты пойми, ну, то есть, каждый день они избивают. Каждый день. Пачка. И вот интересно, знаешь, посмотреть их статистику, посмотреть, сколько в мире вообще было бы выпущено в этом периоде тех или иных самолетов. В мире. Потому что скоро, по-моему, мы уже перечтем, что мы вообще все советское вооружение со всех сторон мира забрали и теперь уговерим с Россией. Ну, наверное, так. Понятно. Идиотизм, он такой, знаешь, какой-то заразный. Я не понимаю. Ну, как бы, должно быть хоть какое-то мышление. Ну, хоть как-то. Там, по-моему, его уже действительно просто нет. Я все время удивляюсь. Вот думаю, на кого это рассчитано. Ребята, ну, вот если бы посмотреть такие сообщения, ну, это я бы просто счел за оскорбление. Руслан, спасибо огромное за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, что ребятам нужны прицелы и кронштейны, коллиматорные прицелы и кронштейны для установки коллиматорных прицелов. На сегодняшний день собрано 2526 долларов. Нужно еще собрать 400 долларов для того, чтобы доэкипировать спецподразделение HORT. Ребят, я... Группу. Надеюсь, подчеркиваю, группу. Группу. Да, 12 человек. Потому что само спецподразделение у нас там, грубо говоря, во-первых, по всей линии фронта, а во-вторых, в нашем участке там порядка 80 человек. То есть разные группы. То есть это всего одна из групп на 12 человек. Писать Орки золотые. Я вот честно скажу, люди, вы поймите одну вещь. Допустим, есть наайперская винтовка. Снайперскую винтовку нужно купить на паске-патрон. Именно купить. Но его нет на вооружении. Не нужно собирать денег и купить на паске-патрон. Они не дешевые. Недалеко не дешевые. Подожди, а что? Там не 7,62 и не 5,45? Нет, нет, нет. Ты что, если ты 7,62 или 5,45 будешь стрелять, ты никуда не попадешь со снайперской винтовки. То есть там на паске-патрон, там патроны вот такие. Они очень большие, они очень тяжелые, они очень длинные. Они пробивают броню и так далее и тому подобное. Поэтому один патрон стоит, грубо говоря, в зависимости от модели винтовки, от... Да, до 350 гривен. Что бы ты понимаешь? Один. То есть, ну я же говорю, орки, это вообще золотые, это дорогое очень удовольствие. То есть они реально золотые получаются. Ну, понятно. Ты знаешь, на свободу мира строят дороги. Это безусловно. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, я вас очень прошу, помогите Украине по ссылкам в описании. И, кстати, Руслан, вопрос. Я недавно выяснил, что проходят платежи по золотой короне. В Украине вы пробовали принимать платежи, нет? Оказывается, из Израиля можно это делать. Вот, Руслан, я попрошу, пожалуйста, узнай, если это можно, то реквизиты получения по золотой короне. Я это узнал вот только вчера во второй половине дня. Ну, все, я попробую узнать. Вот, и тогда мы укажем эти реквизиты в описании. И также, дорогие друзья, вот то, что мы сейчас с вас просим, это только на, еще раз показываю, это только на коллиматорные прицелы и на кронштейны для их установки. Друзья мои, но я тоже не буду лукавить. Хлопцам понадобятся еще и средства связи. И это действительно в условиях современного боестолкновения, это очень важная вещь, это защищенные средства связи, потому что вы сами видите, что происходит, что СБУ с совершеннейшей легкостью перехватывает переговоры российских военнослужащих, которые по открытым каналам связи разговаривают. Вот вам результат. Юр, я тебе скажу больше, не точно так же перехватывают наши переговоры, особенно работа по рациям, ты же не забывай, что эти перехваты СБУ, это разговоры по телефонным каналам, по телефонам, а я тебе говорю непосредственно о работе в поле. Работа в поле идет на коротких волнах, на коротких волнах легче перехват, то требует работать, ну и так далее. Нашифрованные станции на тех волнах, которые они не могут перехватить. Ну, то есть там куча-куча нюансов своих именно связистов для того, чтобы обеспечить безопасную коммуникацию. Иначе можно просто встрять непосредственно при первом включении раз. Ну да, в общем-то. Это действительно так. Но, друзья мои, я напоминаю две вещи. Первое. Выводы делать только вам. И второе. Слава Украине! И вам слава. До встречи, друзья. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok